На сегодняшний день в библиотеке имени Горького хранится более 13 тысяч редких и ценных экземпляров книг. Специальный центр для их хранения был создан в 1992 году, однако формирование фонда редких изданий началось гораздо раньше. Ядро коллекции сложилось в 1923-м при слиянии трех библиотек – Центральной Губернской, Центральной Советской и Библиотеки Благородного Собрания. Каждая из книг, находящаяся в этом центре, имеет свою, иногда многовековую историю. Одним из старейших экземпляров Центра редких и ценных изданий является вот эта книга, изданная в 1670 году в Париже. Второй том сочинения Цицерона, название которого можно перевести как «О природе Бога», выполнен на тряпичной бумаге и имеет филиграни, по которым можно понять, на какой именно мануфактуре была произведена эта бумага. А это более молодые, но не менее ценные экземпляры. Особый интерес представляют книги с экслибрисами, по которым можно определить, в чьем собрании находился тот или иной экземпляр, а также издания с автографами, оставленными известными личностями. Так, например, в собрании Центра сегодня хранится том избранных сочинений Александра Пушкина с автографом его правнука Григория, который в 1979 году побывал в Рязани. Также здесь можно найти одни из первых книг с автографами людей, которые заложили основы Рязанского библиотечного фонда. Сейчас у меня в руках книга «История русской словесности», которая была написана Степаном Шевыревым, известным литературоведом, литературным критиком, активно дружившим с Николаем Васильевичем Гоголем. Так вот, одной из первых книг, поступившей в нашу библиотеку, была именно эта книга. Об этом можно судить по записи, которая находится на титульном листе, в Рязанскую публичную библиотеку от автора. Большую часть фонда составляют книги, которые выходили при жизни писателей. Есть в Центре прижизненное издание Салтыкова-Щедрина и Льва Толстого, но, пожалуй, самым редким и уникальным является экземпляр «Мертвых душ» 1842 года. В фонде находятся книги, ценные не только с точки зрения хронологического принципа, но и в силу особого полиграфического исполнения. К ним относится «Атлас Азиатской России» 1914 года, который в то время представлял уникальные издания не только по наполнению, но и по формату. В противовес фолиантам представлены здесь и книги «Малютки», или, как их еще называют, книги «На ладони». Размер самой маленькой из них 2 на полтора сантиметра, а самый ранний экземпляр относится к XIX веку. Самая старенькая миниатюрная книжечка, которая располагает наш фонд, это книга, вышедшая в 1860 году «Грибоедов. Полное собрание сочинений». Ну, это одно из первых, так скажем, миниатюрных изданий, выпускаемых на территории царской России. На сегодняшний день фонд продолжает пополняться новыми экземплярами. Так, за последние годы в него вошла уникальная библиотека Юрия Суровцева, известного литературой веды и критика, а также книги из областной медицинской библиотеки, на которых имеются уникальные дарственные надписи. С экземплярами Центра редких и ценных изданий сегодня может познакомиться любой читатель библиотеки имени Горького, но, конечно, чаще всего здесь работают ученые, архивисты и студенты, занимающиеся написанием научных работ. Главной задачей сотрудники этого центра видят сохранение и пополнение фонда, а также изучение каждого экземпляра. Ведь любая книга может рассказать не только свою историю, но и историю того времени, в которое она была создана.